Приветствую вас. На самом деле, я думаю, что вы очень хорошо всё написали, очень здорово всё написали, но с небольшой только такой оговоркой. Вы не написали ни вопрос, чего вы хотите. Вы, собственно говоря, вот говорите, что надо избавиться. А как избавиться? То есть вы думаете, что вот прочитаете или прослушаете, в моём случае, ответ какой-то, и всё, и всё будет здорово? Как вы это себе представляете? Как представляете себе помощь? Если я вам скажу, к примеру, что у вас искажённые представления о любви, если у вас искажённые ценности, если вы, к примеру, ведёте себя не совсем естественно, не совсем, скажем так, свободно, если вы стыдитесь того, что, ну, вот, того, что вы не можете, там, зарабатывать, да, сколько-то и стыдитесь того, что сводите концы с концами, но вы скажете, ну, как бы, да, это правда, но также, а делать-то что дальше? Дальше то нужно только с вами общаться, дальше то нужно только с вами работать, дальше то нужно только вас исследовать, дальше то нужно только смотреть, что и как уже с вами, непосредственно, происходит и корректировать это, понимаете? Так это, по крайней мере, мне видится, и я, если честно, не очень понимаю, какой помощи вы хотите. Знаете, я уже давно работаю, достаточно на сайте, в формате таких ответов могу сказать, что, ну, примерно можно следить статистику, когда ответы клиентам нравятся, вот, когда нет, я вам не скажу, что, вот, по опыту, такого рода ответы клиентам, вот, не нравятся, вот, клиенты почему-то, вот, не любят, когда их спрашиваешь, так, а как же вы хотите-то, чтобы вам помочь, вам помогли, да, вот. Представьте себе, что мы сидим с вами, вот, ну, как бы, в кабинете, да, в кабинете психолога, вы пришли ко мне и рассказали вот такую историю. Что дальше, что дальше бы произошло, как вы думаете? Вот, как вы считаете, что бы дальше произошло? Ну, дальше, наверное, произошло бы то, что я бы задал вам какие-то вопросы, да, дальше произошло бы то, что я бы вас спросил, спросил, а как вы воспринимаете девушку, к примеру, да, вот, то есть, что это за чувства, которые вы к ней испытываете. Самое главное, зачем ей деньги, допустим, ну, ваши деньги, вот, ваш доход. Если у неё доход уже есть, зачем ей ваши деньги? То есть, ей не нужны ваши деньги, как раз такие. Вы думаете, она не поняла, что вы сводите еле-еле концерт концерт? Она поняла она уже. Всё это, всё это она уже поняла. Её это устраивает, и устраивает, что у вас нет денег, ну, таких больших, потому что ей деньги не нужны. И тем более, если она добрый, добрый и незазвездившийся человек, как вы говорите. На деньги ей плевать, ей не деньги нужны, а отношения. И вы идеально ей, видимо, для этого подходите. Вот. Так смысл того, что вы, как бы, корите себя за то, чего у вас нет. Вот. Смысл того, что вы корите себя за то, что вот у меня нет денег. Но у вас нет денег, может быть, да, но у вас есть что-то другое. Вот. Что у вас есть-то, к примеру? Вот. Что у вас есть? У вас есть духовность, у вас есть отношения, у вас есть мудственность, которую ни за какие деньги не купишь. Согласны? Вот. К примеру. Дальше. Вы говорите, что я бывший владелец бизнеса. Бросил, потому что понял, что не моё. К примеру. Да? Хорошо. То есть вы точно знаете, что бизнес – это не ваш. Но это хорошо. Вы говорите, я работаю сейчас, там, на кого-то, мне по гайфу, потому что я знаю, что после шести можно обо всем забыть и просто отдыхать. И это здорово. И это замечательно. И это великолепно, это круто. Я вам скажу. Так если это ваш выбор, то есть это ваш выбор, вы вот не хотите что-то менять, да, не хотите там, не знаю, развиваться там, расти в должности, получать больше. Так может быть стоит, как бы меньше тратить денег на, к примеру, квартиру. То есть вы говорите, вот снимаю квартиру в Москве задорого. Зачем? Зачем вам дорогая квартира в Москве? Снимите подешевле, будут у вас деньги. Вот. Вы же там один живете. Ну и все. Зачем одному человеку, одному человеку, тем более мужчине, вот дорогая квартира? Я говорю, зачем? Просто подумайте, зачем? Было, чтобы было не стыдно девушку туда привезти, так снимите маленькую чистую квартирку, где все будет добрятно, аккуратно и хорошо. Девушке скажите, что, как бы, вот у меня деньги есть, и как бы видишь, да, ну, к примеру, да, вы там можете ее угостить, там, дорогой ресторан сводить или что-то, еще деньги-то у вас появятся? Вот. Я, типа, принципиально считаю, что квартира дорогая мне одному, зачем? Мне одному не нужно. И это будет справедливо. А так получается, что вы гоните за, я не знаю, за каким-то статусом или чего-то еще. Вот. Понимаете? То есть, как бы, я спросил бы у вас, а как вы пришли к бизнесу? Я спросил бы у вас, а, ну вот, к примеру, вы когда из бизнеса уходили, да, вы ушли именно понимая, что у вас не получается, что это не ваше, или вы ушли, как бы, сдавшись, то есть, ну, обидевшись, сдавшись, потеряв надежду. Вот такая история. Как это произошло у вас? Я спросил. И вы бы мне рассказали, и я бы из этого уже мог бы сделать выводы, в чем именно противоречие. То есть, червяк, ваш червяк, это противоречие. Это отсутствие гармонии в вашей позиции. То есть, у вас все хорошо. Вы довольны своей работой. Вы встретили хорошую девушку, которая, видимо, увидела в вас того, кем вы являетесь, да? Вот. Вы довольны своим местом, но где-то в чем-то есть противоречие. Я не знаю, где это противоречие, его надо искать. Я не могу сказать, где оно. Но вот, к примеру, когда вы уходили, допустим, из бизнеса, да, когда вы, грубо говоря, ну, снижали свой уровень дохода, если я правильно понял, вы как считали, вот как это должно было быть у вас, по вашему мнению? Как это должно было быть? Вот, когда вы с девушкой встречались, к примеру, начали встречаться, да, еще когда у вас было общение, вы чувствовали симпатию к ней. Как вы считали? Ну, что должно было произойти? Вы рассчитывали девушку себе выбрать по каким-то отдельным параметрам? То есть, это обязательно должен быть параметр, к примеру, дохода, это обязательно должен был параметр успешности или как, или что. Вы ответили на вопросы на это себе, это важная история. Вот. То есть, вы на что-то рассчитывали? У вас были какие-то ожидания? Понимаете, какая история? У вас будут какие-то ожидания? Были, 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 не будут, а были какие-то ожидания. Вот. Так давайте подумать, что это за ожидания? Какого рода эти ожидания, собственно. Понимаете? И уже будем из этого исходить. И когда вы отделите ожидания, свои собственные желания от того, что вы чувствуете к девушке, как девочке, вы, в идеале, должны чувствовать заинтересованность, то есть, ну, заинтересованность и, возможно, сделать ее счастливой, да, там, сделать ее счастливее и прочее. То есть, что-то сделать для нее. Разве это деньги? Она ведь все и так может себе позволить. Но вы, вы переживаете, вам чего-то не хватает. Вопрос в том, что это? Гадать я могу долго. Это может быть детство, это может быть жизненный опыт, это могут быть травмы, это могут быть, там, заглушение чувств, это может быть неверное поведение, это могут, это могут быть, какие-то привычки, привычные реакции и прочее. Что это, я не знаю, я не телепат. И никто из нас, психологов, не телепат. Но вы подумайте сами. Что для вас в отношениях самое главное? Это все. То есть, природа вашего червяка, природа вашего противоречия, что с чем борется? Да? Вот вы говорите. Вы пишите, я, если так можно выглядеть, свожу концы с концами. С чем это связано? Делаете ли вы это специально, потому что не желаете нести ответственность? Или делаете вы, потому что не можете деньгами распоряжаться? Или просто вы повторяете очереду неудач? Как вы сами относитесь к тому, что вы ели сводите концы с концами? Произошло ли это специально? Или вынуждено? Вот и все. Вот. Но в жизни я занимаюсь плавно. Покупаю недорогую еду, экономную надежду, много всего. И что? Почему вы считаете, что девочку должно это волновать? Не могу себе позволять подчеркнуть. И что? Почему девочка должна это волновать? Если девочка, как бы, не будет с вами, потому что вы не можете себе покупать дорогую одежду, стоишь ли это отношения для вас? Просто посмотрите на свои ценности, посмотрите на свои идеалы, какими вы видите отношения. Тем более, что она добрая и недозвездившаяся. Вот. Поэтому, я думаю, что вам нужно либо принять свое финансовое положение, либо поменять его. На мой взгляд, деньги вы расходите свои неэффективно. То есть вы тратите деньги на дорогой жене, это совсем непонятно. Вот. Я бы поработал бы немного с вашей финансовой грамотностью и, наверное, с отношением к деньгам. И к себе тоже. Ну и с ценностной, так сказать, структурой. Вот. Вы пишите, мне от этого просто некомфортно. От чего некомфортно она? Я не понял, от чего некомфортно вам. Вы говорите, хорошо, хорошо зарабатывайте. Нет. Дело не в заработке. Дело не в заработке. Вам от чего-то другого некомфортно. Не знаю, может быть, у вас есть какая-то модель мужчины, что мужчина, мужчина должен зарабатывать обязательно больше женщины? Так это стереотип, сейчас уже давно не так. Не так. Вот. То есть я бы вот с вами посидел, поговорил бы и выявил бы сперва, от чего именно вам некомфортно. Потому что здесь у вас ничего определённого нет, а определённое что-то можно вывести только если направить ваше мышление в непривычное направление, скажем так. Вот. А для этого нужна беседа, для этого нужен диалог. Вот, вот так. Вот так. Но, в целом, я надеюсь, что что-то в себе вы не принимаете. Вот. Что-то в себе вы не принимаете. Или вы слишком несерьёзный к себе относится, или вы настолько несерьёзный к себе относится, что обесцениваете себя. Я не знаю, я не знаю вообще. Да, в моём ответе много я не знаю, но в данном случае это так. То есть вот. Вы вроде бы говорите заранее спасибо, а за что спасибо? Чем вам можно помочь здесь? Хорошо, если что-то в моём ответе вы для себя выявить полезно, если это совпадёт. Ну, совпадёт с тем, что действительно вам, например, у них ботает или что-то ещё хорошо. А если нет, что тогда? Если не совпадет, что тогда? Понимаете? На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.